Бениамин Нетаньяху родился через год после провозглашения независимого государства Израиль, в 1949-м, он воспитывался в семье историка Бен Цейона Нетаньяху, секретаря-основоположника сионизма Зиова Жаботинского, и его жены Цейля. Бениамин был их средним сыном, он рос вместе с братьями, старшим Янатоном и младшим его. Когда Биби был ребенком, он и его родители часто бывали в США, где отец преподавал. В этой стране мальчик окончил среднюю школу, учителя описывали его как дисциплинированного, дружелюбного и активного. Он посещал шахматный кружок, играл в футбол и состоял в дискуссионном клубе. После того, как школьные годы остались позади, будущий политик вернулся на родину, в Израиль, чтобы пройти военную службу. Получив специальную подготовку, он был направлен в элитный отряд спецназа «Саерет Маткаль», в котором состоял следующие пять лет. За это время Нетаньяху неоднократно демонстрировал храбрость и отвагу, получал ранения, участвуя в спецоперациях. Так, в мае 1972 года он был причастен к освобождению захваченного террористами самолета авиакомпании «Сабена». Вскоре после этого Бениамин завершил службу в звании капитана и отправился в США, чтобы получить высшее образование. Он был студентом Массачусетского технологического института, где получил степень бакалавра в области архитектуры, а также учился в Мид-Слоун школе менеджмента. Успел Нетаньяху отучиться и в Гарвардском университете, где изучал политологию. За годы студенчества молодой человек прерывал обучение только раз, чтобы поучаствовать в осеннем военном конфликте 1973 года между Израилем и коалицией арабских государств, получившим название «Война судного дня». После этого он получил звание майора. Завершив учебу, Бениамин на некоторое время задержался в США. В молодости он работал консультантом в компании Boston Consulting Group, штат Массачусетс. Позднее будущий политик вернулся в Израиле и занял пост директора по маркетингу в Рим Индастрис. В этот период он познакомился с Машей Аренсом, который поспособствовал началу его политической карьеры. В 1982-м Бениамин стал заместителем Аренса, который в то время был послом в США. Уже через два года Нетаньяху продвинулся по карьерной лестнице и стал послом Израиля в ООН, в этот период он сумел рассекретить нацистское прошлое Курта Вальдхайма и укрепить позиции своего государства в мировом сообществе. Вернувшись на родину, политик стал депутатом Кнесета от Ликуда. Также он замещал министра иностранных дел Израиля. После того, как лидер партии Цхак Шамир подал в отставку, Бениамин занял его место и возглавил оппозицию. Поворотный момент в биографии знаменитости случился в 1996 году, когда в результате прямых выборов главы правительства он стал премьер-министром Израиля, причем самым молодым в истории страны и первым, рожденным после обретения государственного суверенитета. Поскольку Ликуд не набрал в Кнесете большинства голосов, политик занялся формированием коалиционного правительства из религиозных партий. Он оказался под сильным давлением, от него требовали сохранение территорий и освобождение религиозных иудеев от службы в армии. Самыми запоминающимися действиями премьера стали проведение экономической реформы, направленной на перераспределение государственных субсидий из социальной сферы в высокие технологии, а также подписание в 1998 году меморандума Уай-Ривер с лидером палестинцев Есиром Арафатом при посредничестве президента США Билла Клинтона. Инцидентом, который подорвал доверие к политическому лидеру, стало неудачное покушение на лидера Хамас Халеда Мышаля, которое проводилось агентами МОСАДА. После этого у него ухудшились отношения с Иорданией и Канадой, поскольку во время своей миссии представители израильской спецслужбы воспользовались канадскими паспортами. В итоге Нетаньяху лишился поста в результате досрочных выборов. В последующие годы Бениамин занимался бизнесом, читал лекции, но не оставлял политику. Он выступал с критикой нового премьер-министра, занимал должности министра иностранных дел и министра финансов. Вскоре он вновь попробовал силы на выборах и в 2009 году возглавил израильское правительство, задержавшись на этом посту на длительный срок. В период пребывания у власти Нетаньяху предпринимал попытки по урегулированию конфликта с Палестиной и неоднократно выступал с критикой ее лидера Махмуда Аббаса, которого в своих заявлениях обвинял в бегстве от мира и спонсировании терроризма. Значительное место в политике знаменитости занимало установление партнерских отношений с Россией, а также учет интересов русскоязычной общины Израиля. Он регулярно проводил встречи с Владимиром Путиным для поиска путей сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. По просьбе президента России были прекращены поставки беспилотников в Украину. 18 ноября 2018 года Бениамин стал министром обороны еврейского государства, сменив на этом посту представителя партии «Наш дом» Израиль Авикдора Либермана, несогласного с относительно мягкой политикой правительства в отношении сектора газа. Таким образом, помимо поста премьер-министра некоторое время он занимал еще четыре министерских должности, руководя военным и внешнеполитическим ведомством, а также министерствами здравоохранения и репатриации и интеграции. Но все это время вокруг знаменитости было немало скандалов. Самый громкий из них вспыхнул в 2019-м, когда Нетаньяху обвинили в коррупции. Судебный процесс начался в следующем году, что вызвало общественный резонанс. Действующий глава израильского правительства ранее не оказывался на скамье подсудимых. В июне 2021 года Нетаньяху был вынужден покинуть пост премьер-министра Израиля, уступив его Нафта Либинету. Перед присягой нового правительства политик выступил с речью перед Кнесетом и пообещал продолжить свою миссию по обеспечению безопасности и процветания государства ради миллионов израильтян, которые голосовали за него. Сейчас он поддерживает связь с единомышленниками в Фейсбуке, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской, и Твиттере. Летом 2022 года на должность премьера вступил Ейрлапид. Ранее парламент государства объявил о распуске, после чего были назначены новые досрочные выборы на осень того же года. К слову, Нафтали заявил о нежелании участвовать в предвыборной гонке. Бениамин, будучи лидером оппозиции, имел все шансы на возвращение на должность. Тем важнее была позиция государственного деятеля во внешнеполитической обстановке. Известно, что Нетаньяху неоднократно высказывался о необходимости предоставления гуманитарной помощи Украине, с начала специальной операции Израиль осуществлял поддержку беженцам, принимал в своей больнице солдат со сложными ранениями. Что касается военной помощи, тут позиция Бениамина был однозначной. Дружеские отношения с Россией, опасения, что поставляемое вооружение окажется в руках Ирана, все эти моменты становились весомым поводом невмешательства. К слову, лидер Украины Владимир Зеленский обращался с требованием предоставить противооборонную технику. Аналитики выразили уверенность, что при любом результате парламентских выборов позиция Израиля по этому вопросу не изменится. Кроме этого, они отмечали большую вероятность в выигрыше Нетаньяху. 1 ноября в Израиле прошли внеочередные выборы в Кнесет, на которых победа одержал Бениамин. В декабре было утверждено правительство Израиля с ним во главе. В официальный брак израильский политик вступал трижды. С первой женой Мириам Витцман он познакомился в период военной службы в Израиле. Позже они вместе переехали в США, где поступили в разные вузы. Вскоре влюбленные поженились, в браке родилась дочь Ноа, но союз просуществовал недолго. Второй супругой знаменитости стала британка Флёр Кюйпс. По слухам, их роман начался еще до того, как Бениамин развелся с первой женой, и стал причиной распада семьи. Брак был заключен в 1981 году, ради избранника Кюйпс перешла в иудаизм, но и эти отношения не были крепкими. Обрести счастье в личной жизни политику удалось только с третьей супругой. В прошлом Сара Нитанеху работала бортпроводницей, что и помогло ей встретить будущего избранника. Они познакомились на рейсе авиакомпании Эляли из Нью-Йорка. Позднее женщина получила степень магистра в области психологии. Свадьба состоялась в 1991, в браке родились двое сыновей, Еир и Авнер. Оба наследника, как и их отец, прошли военную службу. Но даже после появления детей семейная жизнь политика не была безоблачной. Всего спустя два года после заключения брака Бениамин публично признался в связи с Рудбар, работавший его пресс-секретарем. Он сделал это, чтобы пресечь шантаж со стороны политического оппонента, который запечатлел на видео интимные подробности личной жизни знаменитости. Союз Нитанеху выдержал это испытание, но оно оказалось не единственным. Позднее в СМИ появилась информация о романе политика с Кэтрин Прайс Монданадори, американкой итальянского происхождения. Но он отказался признавать эту связь. Сейчас Бениамин делится фото жены и детей на странице в Инстаграме, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской, демонстрируя пример идеальной семьи. Но в прессе регулярно появляется информация о скандалах с участием его сына Юира, о некорректном обращении Сары с домашней прислугой и сценах ревности, устраиваемых мужу, Говорят,